В художественной галерее завершился третий этап регионального фестиваля конкурса «Троицкие обереги». На выставке детского рисунка побывала Елена Козлова. Художественная выставка детского рисунка под названием «Троицкие обереги», которая прошла в художественной галерее, поначалу вызвала некоторое недоумение. На стендах были представлены рисунки, которые на первый взгляд ничего не объединяло, от нарисованного чайника до шевеляющихся мыслей в голове. Ну и где же тут спрашиваются «Троицкие обереги»? Между тем заведующий отделом национальных культур Центра культуры народов России Сергей Кулибаба пояснил. Предполагаю, что любое действие творческого человека оберегает нас от бескультуры, от незнания и помогает жить, является оберегом. Поэтому мы назвали конкурс «Троицкие обереги», потому что и человек, который поет, он оберегает нас. Как раньше говорили, голос человека – это голос Божий. Что же до творческой святой Троицы, то это, по мнению Сергея Ивановича, художники, мастера, прикладного творчества и музыканты. На подмосковной земле фестиваль «Конкурс традиционной культуры и народного творчества Троицкие обереги» проходит третий год и, как правило, включает в себя много мероприятий. Это мастер-классы, семинары, творческие встречи, круглые столы, ну и, конечно, выставки. Последняя выставка объединила в себе поделки, подготовленные еще ко дню города и рисунки. В выставке приняли участие 14 городских творческих коллектива, а также ученики Жостовской детской школы искусств и Марфинской студии рисования. Директор художественной галереи Константин Буйко отметил, что, глядя на рисунки, сразу понимаешь, что мир клубнинских детей... Он светел и позитивен. И рыбки, и птицы, и кактусы мои любимые цветут, и бабочки летают. Ну, тема разнообразная. Ну, это же и хорошо. Потому что, если загнать ребенка в рамки и какой-то темы, то это будет несколько замученно. А вот этот вот свободный полет, он, естественно, очень разнообразен. Ну, так же, как и каждый человек. В этом разнообразии и есть вот это вот зерно и вообще источник вдохновения для других. Вот я не знаю, какого у кого, но когда я прихожу на любую выставку, после этой выставки, если она позитивная, если она несет, так скажем, правильный заряд, мне всегда хочется писать самому. На выставке было представлено около 300 детских работ. Музыкальное оформление к выставке, а значит, третий оберег, подготовил детский хор под руководством Ирины Сероглазовой «Серебряный родник». Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня».